Мы можем начинать. Добрый день всем. Меня зовут Захар. Я представляю петербургскую компанию «Собака Павлова». Занимаемся мы изучением людей, проектированием интерфейсов, разворачиванием различных больших энтерпрайзов ближе к людям, ну и, собственно, улучшением обслуживания пользователей через любые цифровые каналы. Когда мы это делаем, почему, собственно, я здесь? Когда мы это делаем, мы производим очень-очень много различных документов. Аналитических, практически все, что угодно. Все, что происходит вокруг нас, мы как-то записываем, фотографируем, каталогизируем, систематизируем и где-то храним. И что меня побудило прийти к вам, и почему именно на менеджерскую сессию, побудила такая ситуация, которая часто происходит на других конференциях. Приходят очень умные люди, менеджеры, ПМ, продукт-авнеры, продукт-менеджеры, продукт-маркетинг-менеджеры, много разных придумали умных должностей, приходят на сцену и вещают о различных метафизических концепциях, о философии, о парадигмах, о подходах, о методологиях и так далее. И сложилось впечатление, что все наелись уже сложной философией. И в кулуарах после конференции создаются такие островки людей, которые спрашивают, ну а как вы это делаете, какие инструменты используете, что вы пробовали, а как ваша вся эта замечательная философия ложится на ту реальность, те средства, при помощи которых эту самую философию можно донести до клиентов, донести до заказчиков, до всех этих стейкхолдеров, бизнеса и так далее. Поэтому я сегодня решил поговорить о том, как привести документы в чувство, сделать такие заметки реальности, которые потом можно обсуждать как внутри команды, команда продуктивная, которая эту самую команду вовлекут и переведут на какой-то следующий этап, так и показать заказчику так, чтобы заказчик, собственно, тоже поучаствовал в вашем обсуждении, помог вашему проекту, а не просто прочитал документик, сложил его куда-то там в свой архив или в систему, не дай бог, электронного документа оборота и забыл о нем. Поэтому документы, которые хочется прочитать, я расскажу про форматы, про содержание и, собственно, про инструментарий, как мы это делаем в собаке. Маленький дисклеймер. Мы сами только идем по этому пути, мы постоянно что-то улучшаем, что-то меняем, поэтому я не скажу, что все то, что я дальше буду говорить, это прямо единственная правда, и вот только так нужно, никак иначе. Собственно, хотелось бы, чтобы у нас потом с вами, возможно, получилась какая-то дискуссия, и вы рассказали, что нет, там, Захар, ты не прав, на самом деле гораздо круче делать вот так и так, а вот мы это делаем так, а твои инструменты, всем подходы не работают. Поэтому окончательно выводов не делаем, но вот хочется, уже есть о чем с вами поговорить. Ну, с чего мы все начинали? Я думаю, так же примерно, как и вы. Вначале было что? Точно. Вначале было слово, то бишь Word. И мы тоже поставили себе Word, ForMac, ForWindows, LibreOffice, OpenOffice и так далее, и писали там много разных буквок, вставляли картиночки, пытались включить режим комментирования, версионирования и так далее. Это все было хорошо до тех пор, пока мы не стали этими документами обмениваться. Вот это примерно наше окружение, через которое мы документами обмениваемся, с клиентами через Basecamp, внутри команды в Slack, есть еще для более тяжелых файлов Dropbox, там в Basecamp все не лезет, ну и куча разных мессенджеров, по которым тоже эти все документы путешествуют. Беда достаточно была очевидна, что я как менеджер практически из проекта в проект слышал. Первым делом я слышал, too long didn't read, или по-русски много букв. Много букв, давайте лучше созвонимся, и вы мне все каратенечко расскажете. Знакомая история, точно. Другое, так сказать, заказчик приходит на созвон неподготовленный, потому что я не осилил. Да, я честно пытался почитать, но структура и подача вашего текста несколько не соответствуют тому, как я привык это делать. Ну, то бишь, хочется нагляднее, а можно в картиночках? Дальше, когда просишь клиента чего-нибудь прокомментировать, никто не умеет пользоваться толком всеми этими вордовскими штуками. Когда просишь прокомментировать, мои комментарии с зеленым курсивом, а начальник отдела клиентского обслуживания написал это все цианом по Магенте. То есть, примерно так. А кому-то вообще не надо было влезать в этот документ, но он все равно влез. И его комментарии вы не читаете. Но вот они желтеньким написаны, и их игнорируйте. Этому человеку не надо было вообще ничего делать. Ну, да, есть еще какие-то ситуации, когда документ просто не смогли прочитать, потому что он не открылся, потому что его пытались посмотреть на каком-то андроиде в метро. И, в общем, все дело не работало. Естественно, такая ситуация нас не устраивала. Мы сели думать, что, собственно, с этим делать. Ну и пришли к такому решению. Давайте просто возьмем и ворд запретим. Первое решение. Все, ворд в нашей компании запрещен. Его запрещен в буквальном смысле. Пошли, всем снесли с компов. Да, абсолютно недопустимо. Потом все равно себе поставили обратно, не переживайте. Но вордские документы у нас не принимаются больше. К обсуждению мы стараемся не производить. И только в очень крайних случаях, если клиент очень-очень просил, ему действительно удобнее загружать их в систему электронного документа оборота, тогда, да, пожалуйста, будет вам в ворде. Что пришло на смену? Всего этого не воспримите за рекламу, но пока решение в лоб оказалось достаточно очевидным. Переходим на Google Doc'е. И сразу же мы решили три последние проблемы. Но первые, даже четыре проблемы последние, у пользователя нет никаких проблем с комментированием этих самых Google Doc'ов, с предоставлением доступа, и они прекрасно открываются на всех устройствах и в метро и так далее. Поэтому первый месседж тем, кто еще не попробовал, попробуйте перейти в облако, это реально упрощает жизнь. Менеджер в первую очередь. Но часть проблем осталась. Никуда не делась. 20 страниц текста прочитать сложно. И наглядность у нас никак не улучшилась пока что. Попытались сделать второй подход. Второй подход был достаточно неожиданным. Вы, кстати, можете достать телефон и пофоткать QR-код. По QR-коду вам скачается наша замечательная UX-шпаргалка. Если кто-то интересуется тем, как внедрять процессы проектирования интерфейсов и улучшение работы с интерфейсами в компании, то мы написали по этому поводу книжечку. И книжечка бесплатно распространяется. Лежит она, естественно, в Google Doc'е. И мы все приглашаем ее читать и комментировать. Здесь есть короткая ссылочка. Там восьмерка отклеилась. А вот да, какая-то была заявленная проблема. Я так понимаю, что мне нужно просто постоять и помолчать. И все со мной справиться. Магия. Да, хорошо, я пока буду рассказывать. Да, то есть мы стали публиковать все документы в Google Doc'е. И внутренние, и внешние. И параллельное второе улучшение. Все ссылочки на Google Doc'е мы прогоняем через, в данном случае, бетли, через укорачивалку. Бонус-треком получаем некую статистику. Теперь, по крайней мере, мы знаем, сколько наши документы читают. По крайней мере, можно ответить на вопрос, документ был интересен аудитории или не был интересен аудитории. Коротенькими ссылочками легко обмениваться. Естественно, мы не обмениваемся и не публикуем в наш Basecamp, Skype и так далее такие огромные, длинные, ужасные Google Doc'овские ссылки. Оперируем коротенькими ссылочками. Если у документа появляется какая-то новая версия, ее можно прекраснейшим образом в бетли заменить на новую ссылку на Google Doc's. А у всех участников, у кого есть короткая ссылка, для них ничего не поменяется. Они просто будут переходить и открывать новую версию документа. Шикарно удобно. Но это еще недостаточное улучшение, потому что со структурой мы все равно не разобрались. Что мы стали делать? Мы стали публиковать каждую главу, скажем так, то есть каждый раздел какого-либо большого документа, стали публиковать в виде отдельного Google Doc документа, а в первом Google Doc документе есть оглавление. Это прямо скриншот с нашей UX-шпаргалки. Оглавление. Каждая глава представлена отдельным документом, который вполне себе компактный. Более-менее, да, можно такие закладочки сделать. Ну, собственно, естественно, пока этот вариант не кажется всем очень удобным. Тут есть комментарий некого анонимуса, который жалуется, что каждая часть получается маленькой и неудобно между ними ориентироваться. Зато, по нашим данным, скажем так, увеличилось количество людей, которые прочитали документ до конца за счет того, что он разбит на маленькой кусочке. Опять же, разбив документ на маленькой кусочке, вы на каждую главу ставите ссылочку тоже через Bit.ly. Соответственно, вы можете знать, что, знаете, как у сериала в рейтинге, там, пилотную серию посмотрело 10 миллионов человек, а потом с каждой следующей серии количество постоянно просматривающих этот сериал там падает, 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 а потом там к концу вау, и там снова скачок. Также в вашем длинном документе, если его разбить на такие блоки и поставить на каждую ссылочку, вы, соответственно, будете знать, что какой-то раздел вашего документа, в принципе, никто не читает. А зато какой-то считает гораздо больше. Все это в Word невозможно, и в классическом Google Doc'е тоже весьма затруднительно сделать просто так. Хорошо, проехали. С этой частью мы разобрались, но, опять же, этого оказалось очень мало. Мало оказалось почему? Потому что все равно структуры тут нету, да и, будем честны, Word и вообще текстовый документ не сильно подходят для всех. То есть нам нужна некая, так называемая, другая альтернатива. Есть другая альтернатива, но она предполагает использование других инструментов. Я расскажу, какие инструменты мы попробовали, какие мы выбрали. Для чего? Ну, как оказалось, для тех, кто использует… Сначала расскажу про… Про Evernote уже не модно рассказывать, он тут чуть не побанкротился, если верить прессе. Может быть, и нет смысла там сильно им увлекаться. Если кто-то использует Basecamp… Я сам этот самый Basecamp использовал около года, и только спустя несколько месяцев использования я открыл там такую замечательную штуку, как тексты документов. Скажите, в аудитории есть кто-то, кто Basecamp пользуется? Да, есть, да, некоторые? Используйте именно тексты заметки. Вот, попробуйте. Это суперская штука, которая прямо радикально вовлекла наших клиентов в обсуждение чего-либо. Потому что обсуждение внутри форума… Там в Basecamp есть обычная форумная система обмена сообщениями. Не сильно вовлекает. Хотя потому что там исправить сообщение затруднительно, форматирование ограниченное. Внутри Basecamp есть достаточно хорошая система а-ля Google Box, только с большими ограничениями. Но, тем не менее, все необходимое там есть. Два человека не смогут одновременно оправить, конечно же, но и друг другу не навредят. Есть замечательная история изменений, можно делать шаблончики и так далее. И самое главное, вокруг этого документа есть место для обычных обсуждений в виде комментариев. Начали использовать эти документы. Ну и, в принципе, опять же, все стало происходить внутри одной среды, внутри Basecamp, даже без ссылочек на Google Docs. Еще чуточку улучшили. Ну, если не используете Basecamp, есть Evernote, в принципе, то же самое. Хорошо. Следующий шаг. Тут недавно Dropbox объявила о том, что они тоже делают такую же штуку, тоже делают инструмент для коллективного управления документиками. Кто-то уже успел попробовать Dropbox Paper? Ну, да, тем не менее. Если вы пользуетесь, да, Dropbox'ом, то у вас, то есть всем клиентам Dropbox'а есть доступ к закрытой бете. Поэтому, если хотите попробовать, да, и вы клиент Dropbox'а, идите, нажимайте там кнопочку «Хочу посмотреть на пейпер», открывайте. В принципе, вполне годный инструмент получился. Пока не готов оценить его относительно лучше, хуже Evernote. Но если ваш бизнес существенно использует Dropbox, как раз таки, для хранения текстовых документов, то теперь можно перестать их там хранить. Хранить в Dropbox'е только что-то более тяжелое. хранить видео, хранить там какие-то картиночки, а весь текст вынести в этот самый пейпер с комментариями со всем. То есть, в принципе, построить свою среду вокруг Dropbox'а теперь становится более возможно. Мы сейчас пока только экспериментируем. Вряд ли мы перейдем на Dropbox, поскольку уже используем Basecamp. Но, тем не менее, кто нет, попробуйте, в общем-то, инструмент вполне себе функциональный. Идем дальше. Есть большое количество списков. В частности, мы проводим практически по каждому проекту 2-3 брейншторма. В связи с вопросом, как эти самые результаты брейншторма хранить, мы пробовали майн-карты. Не буду про них рассказывать. Я думаю, всем они уже тоже оскомину набили. Пробовали майн-карты. Там тихий ужас с инструментарием, особенно для того, чтобы встроить в майн-карты фотографии доски, какие-то ссылочки. Ну, в общем, неудобно. Майн-карты у нас не прижились так хорошо, точечно используем, но не массово. А вот что прижилось? Прижилось Trello. Опять же, чтобы вы все видели, что я не философствую, а говорю прям про то, что мы используем. Например, у нас есть такой календарик конференции, который мы ведем внутри компании, где мы планируем, кто где будет выступать, кто куда поедет в роли слушателя. Собственно, вот Trello.com, он публичный. Фоткайте ссылочку, заходите, смотрите, комментируйте. Trello — шикарный инструмент. Он годится и как CRM-система. Раньше я ее использовал в этой роли, пока мы не перешли на другое. Персональные туду-листы. Вполне годно туда укладывается тикет-система. Если у вас нет никакого профессионального платного решения, ложится вполне себе на концепцию карточек Trello. А мы, собственно, используем вот в последних трех ипостасях как хранилище всех результатов мозгового штурма, как угодно можно классифицировать по столбцам, по карточкам, добавлять фотки доски или каких-то других физических объектов. Используем как карточную сортировку, когда нам нужно клиента вовлечь в определение приоритетов. Соответственно, мы накидываем все возможные варианты в Trello, отправляем ему ссылочку и просто говорим, дорогой клиент, вот тебе штука, просто возьми и передвинь карточки так, как ты считаешь нужным. Всех жутко увлекает. Потому что механика манипулирования объектами в Word и в других инструментах нет этого. Ты везде что-то курсорчиком выделяешь, делаешь какой-то копипейст, все это скучно, нудно, и ты боишься еще вдобавок ошибиться, что-то потерять. В Trello такого не будет. В общем, все заказчики с удовольствием, мало того, что сами что-то там сортируют, так они еще начинают внутри своей компании пересылать и говорят, о, смотрите, какая штука там, я вот тут посортировал, а может быть, ты что-то хочешь дополнить, а там, опять же, для этого комментарии есть, там статусы, ну и, в общем, работа начинает кипеть так, что сам заказчик делает существенную ее часть. А вы сидите, как бы, и смотрите, как все практически само делается. Ну, опять же, немного утрировано, но тем не менее. Ну и база знаний. У нас база знаний пока внутри нашей Вики, но, опять же, какие-то части базы знаний, например, тот же самый календарь конференций, мы из Вики выносим в Trello, и здесь они живут так гораздо интереснее, потому что, опять же, чтобы запланировать Вики, нужно владеть либо там каким-то HTML-ом, либо Markdown-ом, ну, в общем, это все немножко муторно, а здесь без каких-либо технических знаний можно очень быстро понакидать вполне себе приятно выглядящие и вовлекающие документы. Это тоже документ. Такой интерактивный. Пользователи Trello есть среди нас? О, то есть пользователи Trello самые большие, да? Ну все. Да, тогда надо было сказать, что чего я рассказываю. Мы так все знаем. Следующий слайд давай, если вы все знаете. Какие-то интересные кейсы, кто для чего использует, может быть, добавите для записи? Кто-то готов что-то сказать? Стесняетесь? Ну ладно, хорошо, потом тогда. Была у нас беда с таблицами. Пытались их мы все делать в Google Sheets, но Google Sheets уж слишком они свободные. То есть там формат такой, что делай, что хочешь. Не структурированный. Там, да, есть все эти возможности сделать там любые ограничения на тип данных в колонках, но кто это делает? Никто не делает, потому что это, опять же, грубо говоря, чуть ли не программисты просить приходится. Хорошо, если вы сами сусами, но, в общем, обычным людям Google Sheets и Excel практически недоступен. Он очень сложный. И тут мы нашли совершенно чудесный стартап, который уже, наверное, не совсем стартап, Airtable, который переосмыслил свой подход или вообще подход к таблицам. В общем-то, все те же самые таблицы. Здесь из картинки не сильно видно, но, например, в таблицу, в ячейку можно вставлять файлики. Эти файлики показываются с превьюшечкой. Когда на них нажимаешь, там вполне себе внятная превьюшка. То есть загрузил туда какую-нибудь презентацию или PDF-ку, или вордовский документ, и ты видишь его контент. Проскролливая, тебе не надо его скачивать для того, чтобы просто с ним ознакомиться. Ну, естественно, для каждой колонки можно назначать типы данных. Все раскрашивается разными цветами, если это список допустимых значений и так далее. То есть если ваши таблицы структурированы, то это такой, как бы, если кто-то помнит еще Microsoft Access, когда-то раньше был, то это такой Access 2.0, скажем так. Access в вебе и с разными крутанскими штуками. Публичных ссылок у нас нет. Все, что у нас есть, оно внутреннее. Но если кому-то будет интересно, потом можете после доклада ко мне подойти. Я с ноутбука покажу, как мы с этим работаем. В частности, мы храним там базу типовых документов, то есть примерчиков того, что мы считаем хорошо. Туда стекаются данные из различных форм. Вместо Google Form там же у нас наша библиотека обычных книжек. Когда кто-то берет какую-то книжку или отмечает, кто что читал, все происходит внутри Airtable. Очень рекомендую. Ну и дальше, естественно, должны быть какие-то картиночки. Миллион инструментов есть про то, как делать картиночки. Я расскажу, упомяну только несколько, которые, на мой взгляд, сильно отличаются от того, что вы, возможно, привыкли видеть. Google Charts. Чуть-чуть нужно быть программистом, но в общем-то у Google Charts есть масса конструкторов, когда из своих данных можно собрать вполне внятную схему. И причем эти схемы, они выходят далеко за рамки пирога. Я думаю, опять же, все знают, что пирог, то есть круговая диаграмма, это очень плохо, и она практически нигде использовать не надо. А как только вы понимаете, что вот мне бы изобретить что-нибудь такое, а-ля как в метрике, да, или в Google Analytics, пути перемещения, и вы думаете, что, блин, а вот в моем проекте хотел бы сделать такую же штуку. Мало кто знает, как ее сделать. Она называется санки диаграмм, соответственно, потоковая диаграмма. И, в принципе, если погуглить, есть куча инструментов платных, которые пытаются там с вас какие-то доллары в месяц взять за конструирование этих диаграммов, а в Google, в Google Chart, куча типов диаграмм, и все бесплатно. Рекомендую. Еще мы открыли для себя такую программку, правда она живет только на компе, она десктутная, в IOC в Mac, называется InShort, строит крутанские схемы, в которые можно проваливаться там, и, ну, в общем, практически как в лабиринте можно в них сгинуть, но только для IOS и для Mac. Ну и тоже для IOS и для Mac есть такая штука, как Merlin Project за очень дешево рисует вполне внятные диаграммы Ганта. Диаграммы Ганта тоже клиентам нравится разглядывать. Хотя они, конечно, примерно начиная с первого дня или со второго дня проекта начинают чуточку смещаться в какую-то сторону, но, да, но тем не менее смотреть на них приятно. Буду резюмировать. Мы все время пытались найти какой-то универсальный инструмент, что хорошо было бы делать все в одном, но, похоже, это не так. И оставив наши попытки найти эту самую серебряную пулю, я считаю, что мы продвинулись гораздо дальше, чем если бы мы пытались что-то придумать в рамках в рамках того же самого Word или Google Docs или чего-то еще. Первый вывод. Попробуйте, экспериментируйте с инструментами. Очень многие боятся, и, в принципе, даже у нас иногда в компании возникают дискуссии на тему, а не много ли мы используем инструментов. Нет, не много. Мы используем там всего десятка-три суммарных инструментов вообще для бизнеса. Это не очень много. Для документов меньше. Второе правило, которое мы постарались применить, пока с переменным успехом внедряется, но внедряется. Любое внятное содержимое должно умещаться на одну страницу А4, если оно распечатывается. Понятное дело, что с какими-то большими таблицами так не удается, но, в общем-то, вполне себе хорошо, если то, что вы хотите сказать клиенту, вы в виде шпаргалки или в виде какого-то шаблона втисните в один лист А4. Так гарантированно прочитают. То есть лист А4 способны прочитать даже самые-самые занятые люди. Если уже два, две страницы А4, то думайте об этом как примерно про метафору второй страницы результатов поиска в Гугле. Часто ли вы заходите на вторую страницу результатов поиска в Гугле? Ну, почти никогда. Так вот и ваши документы, как только документ становится больше страницы А4, на вторую страницу документа примерно такая же у нее посещаемость, как у второй страницы результатов Гугла. Редкая птица туда долетит. Хорошо подходит шаблонизирование. То есть как только мы посмотрели, что какой-то документик, допустим, интервью с клиентом или результаты брендшторма получилось хорошо задокументировать, мы сразу же делаем из этого шаблон, этот шаблон выгружаем в наше хранилище шаблонов и говорим, смотри, приходит новый менеджер, нужно тебе провести брендшторм, вот посмотри, там есть хорошенький шаблончик, возьми его и заполняй. С большей вероятностью мы получим внятный результат на выходе. То есть мы собираем и удачные примеры внутри компании распространяем. Потому что когда мы подняли, сели все менеджеры и подняли все наши сотни мегабайт документов, мы увидели, что каждый делает что-то по-разному и каждый удивился тому, как коллега делал это лучше него. Соответственно, объединив все эти документы, которые мы до этого не видели, мы смогли собрать вполне внятные шаблоны. Ну и поскольку мы делаем это все не только для себя, как бы хорошо бы с клиентами обсуждать не только суть. Опять же, мы менеджеры, частенько смотрим, смотрим, что называется в корень и всегда говорим про содержимое документа. Попробуйте спросить ваших клиентов иногда и про формат. Вообще, удобно было читать, приятно было читать, понятно было все. Тоже иногда можно получить недрясный инсайд. Но про облако сказал, про то, что да, хорошо было бы их как минимум хранить в облаке, а не у себя, а еще здорово и в облаке же создавать. Ну и если вы не на конференции, не надо использовать презентацию. Пожалуйста. А презентацию ничего не используете для того, чтобы облако и там, знаете, у кого есть такой иногда подход, на себя кишки, всякие промокинзы, там писали, что, знаете, сразу в формате презентации, что-то есть. Да, про это я как-нибудь расскажу отдельно. У меня есть целый тоже большой доклад на эту тему, который я всем нашим новым менеджерам, аналитикам и прочим рассказываю, почему нельзя использовать презентацию. Есть одно простое правило. Плотность, информационная плотность презентации примерно в 20 раз реже, чем меньше, чем плотность листа А4. Вот это вот все, что я вам сегодня говорил, все эти буквки, которые у меня размазаны на 30, если там технический комитет знает, сколько у меня там слайдов, наверное, там 22-24 слайда, все эти буквки помещаются на пол листа А4. На пол листа А4. Все, что я вам сейчас говорил, вернее, все, что написано на этих слайдах, это пол листа А4, если вытащить из слайдов на страницу. У презентации чудовищно низкая плотность информации. Какая презентация? То есть мы, а долгие презентации не прочитают. То есть, как бы, если вы выгрузите на них вагон текста, их не прочитают. Сделайте ее разреженной, там просто нету контента. Посмотрите, а есть еще другой подход. Люди не... Да, мы же переходим в плану в дискуссию, поэтому включайтесь, там даже не будет существенных слайдов. Был такой подход от дизайнерских, креативных, так сказать, бюро, агентства, они говорят, вы знаете, мы вот используем InDesign, то есть мы сразу делаем вот такой творческий, так сказать, версткий, то есть, ну просто возможности для композиции, там в Варде, они, естественно, ограничены, да? А вот там InDesign, так сказать, наши все... Я смотрю на это положительно, естественно, но, как бы, я как менеджер я отвечаю за ресурсы. Если, допустим, у меня внутренняя стоимость, там, часа дизайнера тысячи рублей, а на создание какой-то картиночки он потратит 4 часа, ну, простите, я не готов заплатить 4 тысячи рублей за документ, срок жизни которого возможно полдня, те же самые, или меньше, срок жизни у него меньше, чем его создавали. То есть, для каких-то, это инструмент, да, надо использовать здесь с умом. То есть, вот, собственно, и все. Конкретно про документы я сказал, что мы используем всего около трех десятков инструментов в нашей жизни. Для документов мы используем, я насчитал 12 различных инструментов. Про большую часть из них я вам рассказал. Собственно, если вы какой-то крутой подход знаете или хотите чем-то поделиться, давайте, да, поделимся. Вот микрофон, пожалуйста, Артема. Вы пробовали там, что-нибудь вроде Office 365, где SharePoint онлайн, там сайты, Excel онлайн, все это онлайн уже сделано. Да, мы просто, поскольку у нас полностью не майкрософтовская среда, а изначально маковская, да, маковская среда, то нам было сложно, не имея опыта работы с майкрософтовскими продуктами, особенно, кроме Word, а Word нам как-то так уже опротивил, поэтому было некоторое предупреждение относительно всех остальных продуктов. Я верю, что они, возможно, очень хорошие, но ни нашей истории, ни от опыта. И второй вопрос по поводу, ну, я понимаю, что вы используете Google Docs для общения с клиентами, это нормально, а если какие-то внутренние коммерческие тайны, все такое, там же все хранится или это где-то внутри? Хранится в Slack, хранится, но опять же, мы не заморачиваемся, да, что Сноуден, да, если Сноуден, что-то от нас как бы упрет, ну, да, всякое бывает. То есть, я думаю, что, моя позиция такая, у меня вот там где-то сзади между стульями валяется мой ноутбук, и если он сейчас уйдет, то, как бы, ущерб будет гораздо больше, ну, я имею в виду, что не материальный, а информационный и репутационный ущерб будет гораздо больше, чем, и риск этого гораздо выше, чем хранение документов в Dropbox, вот, то есть, потому да. Хотя, опять же, для вашего бизнеса история другая. Спасибо за договор. А вот упомянули инструмент Trello, и много людей подняли руки, и он не популярен. А что насчет инструмента Redmine? Я думаю, он тоже популярен, он вписывается в этот формат, или он для других целей? Для нас не вписывается, потому что Redmine, эта штука, ну, мало то, что она написана на Ruby, то есть, его не на каждый сервер приткнешь, это значит, и плюс он не живет в облаке, то есть, его нужно обновлять, то есть, это, грубо говоря, какая-то софтинка, которую обычный менеджер не развернет, нужна помощь какого-то админа, по меньшей мере, живет на где-то на вашем сервере, который должен был специально настроен, если я правильно понимаю. Вот, может быть, сейчас уже ситуация изменилась, но, в общем, ну. Не, не, Redmine, это как CRM, она устанавливается, и любой человек через браузер заходит и пользуется. Может быть, да, я не использовал. Никакой софтинок, кроме браузера, не надо. Мне она кажется, из старого, я помню, что это штука, которой надо было сначала помучиться, чтобы ее проинсталлировать. Вот, поэтому, как бы, порог вождения очень высоковат, по крайней мере, для нас был, несмотря на то, что я тоже не чувств программирования. просто в последних организациях, я почему-то только его встречал. может быть, да, я думаю, что возможно, кому-то, вот, у нас без камп для этого, они там достаточно похожи, выйдут в своем корне. Еще вопросы? Если у нас есть время, я не знаю. Скажите, вот этот подход, когда у вас куча инструментов, необходим же какой-то, ну, то есть, единая точка, где вы все эти ссылочки храните, да, вот эти накладные расходы, они по-вашему, то есть, они, в смысле, ничего не стоят, или их нету, не является ли это проблемой для менеджеров, что вот надо постоянно что-то обновлять, вот в это место все запихивать, какой-то список всего. Да, я же написал, если я откачу на первый слайд, да, то, все у меня уже, наверное... То есть, нет ли стрелок для вашей команды менеджеров, особенно новых, да, которые в этот подход редко же используются, что он приходит и говорит, блин, тут мне надо вот постоянно... Большой проблем нет, естественно, при подключении нового менеджера в команду, да, его, естественно, нужно ввести в курс дела, для этого у нас есть вики, там хранятся ссылочки, расписано, что для чего мы используем. То есть, конечно, какой-то оверхед есть, безусловно, вот, но пока мы видим, что этот оверхед, он не превышает пользы, которую мы из этого извлекаем, но он, безусловно, есть, да. С одним инструментом было бы проще, если бы он был, но его пока нет. Так, а вот еще вопрос. Вы говорите, что используете 12 разных инструментов для создания документации, да, и, соответственно, я так понимаю, в разных местах она хранится. Хранится все, потом стекается, то есть, если мы делали это на каком-нибудь там, ну, Мерлине, то Мерлиновский документ хранится в Dropbox. Гугловские документы, я так понимаю, хранятся в Гугле. хранятся, конечно, в Гугле, мы их не скачиваем. Не возникает ли таких проблем, что информация нужная для работы, она дезинтрализована, и там бывает, что ты лазишь и ищешь, думаешь, где же все-таки это записано, где же это хранится. И если такие проблемы возникают, как вы справляетесь с ними? У нас каждый проект ведется в Basecamp, то есть, так или иначе, о каждом существенном документе упоминание появится в Basecamp в соответствующей ветке ссылки. Вот. То есть, в принципе, просто ходить в Dropbox и посмотреть, ну, не накидали ли туда каких-нибудь файликов, нам не приходится. Каждый файлик, он в контексте какой-то беседы, в контексте какой-то задачи появляется. То есть, он просто так, ну, отдельно не стоит практически. То есть, даже когда мы делаем, там, вводное интервью с клиентом, вводное интервью, по нему получается резюме, и это, соответственно, является ответом на выполненную задачу, там, провести вводное интервью с клиентом. Вот провели, вот файлик с его резюме. Потом, там, провести брейншторм по такой-то теме. А вот там такие-то файлы. Грубо говоря, у нас Basecamp — это центр, куда сваливаются все ссылочки на все документы, которые могут храниться либо в Dropbox, если это что-то оффлайновое, там PDF-ки, либо в Google Docs, если это онлайновые документы. Примерно так. Если, например, мы документы используем не для конкретного контекста, да, по форме, просто помните, когда-то были документы, да, лучшие документы отбираются и хранятся в Airtable, как примеры, как шаблоны. То есть когда, например, новому менеджеру на проекте или даже старому менеджеру нужно, допустим, сделать описание персонажей, техника, используемая в проекте интерфейсов, он идет сначала в Airtable, загружает оттуда последнюю версию или проходит по ссылочке на Google Docs, где хранится шаблон последней версии таблички с персонажами и начинает ее заполнять. Ну, то есть центр всей документации Basecamp получается? Центр всей документации по проекту Basecamp, а всех шаблонов, которые не привязаны к проекту Airtable. Спасибо. Большое спасибо Захарам. Давайте поаплодируем. У нас следующий спикер готовится. Спасибо.